Рок-н-ролл На этих кадрах рок-музыкант Сергей Марков в начале 90-х, когда его имя было хорошо известно волгоградским рокерам. И на этих кадрах он же спустя 30 лет. Одинокий мужчина, который находится в психоневрологическом интернате и умоляет вернуть его домой. Всех друзей, кто меня знает, видит любая помощь юридическая, чтобы выбраться отсюда. Не хочу жить здесь, в этом помещении. Хочу жить дома. Крик о помощи Сергея Маркова записали несколько дней назад его друзья. Музыканты и те, с кем бывший рокер общался последние годы, когда уже забросил музыку. Поехали его проведать. Он сказал, девчата, помогите мне отсюда выйти, напишите заявление в полицию, вытащите меня отсюда. Меня брат обманным способом сюда закрыл. Как утверждает Сергей Марков, брат Юрий решил отправить его в психушку и лишить дееспособности, чтобы единолично распоряжаться квартирой, которая досталась им в наследство от матери. Вот это та квартира, из-за которой весь сыр-бор устроил его старший брат. Под видом, что будут ему лечить глаза, закрыл Сергея сначала в психиатрической больнице, а сейчас Сергей в психоневрологическом интернате. Чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа отправилась в Волгоград. Мы встретились со всеми сторонами конфликта. Друзья, музыканты, врачи, неравнодушные прихожане церкви, где подрабатывал Сергей, а также брат Юрий и невестка Нелли. Сегодня мы попытаемся выяснить, на чьей стороне правда в этой запутанной истории человека закрытого в психиатрической больнице. Юлия Фараджева обратилась к нам на программу. Здравствуйте, добрый день. Как я понимаю, вы активно включились в историю Сергея Маркова. Не просто так, а потому что Сергей когда-то тоже помог вам. Да, он наш друг хороший. Он помог моему сыну, в первую очередь. У меня приемный ребенок, ему сейчас 16 лет, он здесь с нами. Слава. У него нет отца. И Сергей ему стал как отец, как старший брат. А когда вот с Сергеем случилась такая беда, Слава Первый пришел к нему на помощь. Вот раньше всех нас. А до всей этой истории вы вот помните его вот таким вот, а-ля Владимир Кузьмин Волгоградский? Тогда афиши Сергея, вот его группы, ну были увешаны во всем городе нашем. Они концерты давали в Волжском, Волгограде, Москву ездили. Но вот жители действительно помнят его и всю эту рок-тусовку. Сохранились даже кадры телевизионные и фрагмент интервью Сергея. Давайте посмотрим. Сегодня мы в гостях в городе Волжском на местной музыкальной тусовке. Что это такое, сейчас расскажет нам главный организатор, а также композитор и аранжировщик Сергей Марков. У каждого времени в рок-н-ролле есть свои атрибуты. Какие атрибуты у рок-н-ролла сейчас? У какого? У нашего рок-н-ролла? То есть вот у нашего местного? Может быть у местного и в глобальном масштабе. Ну, у местного первого атрибута это то, что все мы братья. Вот, у нас нет никаких таких градаций там на личности. То есть мы просто все вместе контактируем, общаемся, и нам это очень здорово. У меня всегда, когда публикации там в прессе, там в статье, которые вызывают отрицательные эмоции, была такая фраза «рок-н-ролл жил, рок-н-ролл жив, рок-н-ролл будет жить». Рок-н-ролл жив! Ну, действительно, вот он был таким. Сейчас мы видим совершенно другого, да, изможденного человека с испуганными глазами. А когда вы познакомились, он еще не был, безусловно, таким? Конечно. Когда Сергей стал терять зрение, вы обращались к его брату, сказать, ребят, нужно как-то помочь? Андрей, понимаете, он резко ослеп, он в последнее время работал в храме. И резко ослеп, вот прямо во время работы. И ему сказали, дед, лежись дома, три дня и придешь. Но это затянулось на месяц. И уже когда мы смотрим, месяц прошел, а зрение не возвращается, я брату позвонила, говорю, Сергей, надо срочно в глазную клинику. Он говорит, да-да, мы подберем клинику в Волгограде, не переживайте, мы его заберем. Он его забрал в конце прошлого года, в декабре, прямо под Новый год. Еще 31 декабря я с ним созванивался, он говорит, я лежу в терапевтическом отделении, мне анализы берут, ну, все нормально. А с 1 января, со 2-го, он недоступен. И потом мы узнаем, начали звонить уже брату, брат тоже недоступен. Жене брата, она заведующая терапевтическим отделением больницы, она сказала такую фразу. Девочки, успокойтесь, Сергея Волжском вы больше не увидите. Он в психиатрической клинике, и тут выяснилось, что в этой клинике заведующей отделением их подруга хорошая, брата и жены. И вот к ней его положили. А при этом, как я понимаю, всему этому предшествовала еще история мамы, которая умерла, да, у братьев? Да, 2 года назад умерла мама, причем у Сергея на руках буквально. Брат Юрий не приезжал к ней, приехал только вот, когда она уже прям при смерти была, один раз. Вот у него осталась квартира, где Сергей жил, они с братом ее должны были вот продавать. В последнее вот время брат все время приезжал, говорил, Сергей, надо продавать, надо продавать, я тебе нашел хороший домик за городом. То есть у него уже были мысли его куда-то отослать из города. Ну а когда Сергей ослеп, конечно, такая обуза брату не нужна, и они его закрыли. Ну то есть вы сейчас боитесь, что его признают недееспособным, оставят в интернате, квартиру разделят. Вот, хотя, зная Сергея, вы не видели ничего такого в его поведении, что, скажем так, заставило бы его держать в закрытом учреждении. Вот до того, как он ослеп, это был совершенно нормальный человек. Вот таких сейчас не найти добрый, доброжелательный. Он мухи не обидит. Он действительно же, скажем так, даже жил, мне сказали, на территории храма иногда, чтобы помогать с цветами, да, ухаживал за садом. Вот мы сейчас как раз видим эти розы, которые он выращивал. И вам удалось навестить Сергея. Он записал видеообращение, в котором как раз и говорит, и просит о том, чтобы его забрали из психушки. Я позвонил брату, чтобы он мне помог, с глазной клиникой. Он приехал на следующий день, поехали туда. В итоге, там я подписал им бумаги, медсестры в один голос, там, мой, сейчас тебе болещут глазки, сейчас доктор посмотрит твои глазки. Когда я все подписал, мне сказали, что я нахожусь в психиатрической клинике. На что я им отведу, как я сюда попал. И так у нас с братом получилось. Что бы то он сделал, только из-за жилплощади. Жуткий обман. Жить, когда тебя печкают таблетками, четыре раза в день. Ну, совершенно бесчувственно. В психиатрии я никогда не лечился. Диагнозы, которые сейчас у меня имеются, я хотел бы их снять. Единственный только диагноз по зрению. Глазами своими я ничего не вижу сейчас. Надеюсь на операцию, что в будущем все будет лучше. Нет возможности никакой попасть домой. Все друзья, кто меня знает, видят. Любая помощь там, юридическая. Что выбраться отсюда. Не хочу жить здесь. А вот так вот можно, сговорившись с подругами, с друзьями, поместить человека в психиатрическую больницу? Ну, сговорившись это невозможно. Потому что существующий ныне действующий закон об оказании психиатрической помощи в Российской Федерации практически целиком на стороне гражданина, которому ставят диагноз. Во-первых, обязательно, либо его добровольное согласие при условии консилиума врачей, которые не просто так к человеку подходят на улицу или в больнице, куда он помещен. Как ты себя чувствуешь? Не хочешь ли полечиться в психиатрической больнице? Для этого должны быть основания врачебно зафиксированные. На мой взгляд, с юридической точки зрения, это необоснованное обвинение. Другое дело, что эта версия, она жизнеспособна. И мы смотрим в глаза этого человека, видим его проникновенный взгляд. Но он сейчас, я читал медицинские документы, не буду скрывать, врачи пишут о том, что он вполне адекватен, он спокойно на все реагирует, он ведет себя правильно, он понимает, что с ним происходит. Естественно, что он понимает, где он находится. И не хочет там находиться, как любой нормальный человек. Другой вопрос. Выписка из этого интерната пойдет ему на пользу? Тогда, да, безусловно, он должен оттуда выйти. Если, не дай бог, а такое случается тоже нередко, вы это должны понимать, как близкие ему люди, друзья, что лишившись постоянного врачебного, не только контроля и ухода, господа, но еще и надзора. Лишившись этого, он может оказаться в беспомощном, уязвимом состоянии. Но при этом, как я понимаю, центр дележки – это квартира. Вы вместе с нашей съемочной группой оказались там. Давайте посмотрим на эту квартиру номер 7. Вот почтовый ящик Сергея, 7-я квартира. Приходят квитанции. Смотрим. И тут всего за один месяц квитанции за сентябрь. Значит, кто-то их забирает. В августе мой сын приходил, смотрел квитанции, и там было одно письмо с мирового суда. Долг на 25 тысяч. 28 тысяч 800. Да, за должности перерасчетные. Счета приходят до сих пор на имя матери, Нина Антоновна Марковой. Но, насколько мне известно, Сергей говорил, что он ее так и не выписывал с квартиры. Вот, количество проживающих один. Получается она. Это вот та самая квартира номер 7, где в последнее время жил Сергей. Она закрыта. Никто здесь не появляется, естественно. Вот, это та квартира, из-за которой весь сыр-бор устроил его старший брат. И обманным путем закрыл Сергея сначала психиатрической больницы, под видом, что будут ему лечить глаза. А сейчас Сергей психоневрологический интернатив. Ну, я знаю, что там много гитар Сергея висят на стене. Штук 15. Синтезатор, барабанная установка. Вся его коллекция дисков. Ну, интересная квартира, скажем так. Сколько он уже не живет в этой квартире? С декабря прошлого года. И как часто вас пускают навещать его? Ой, Андрей, вы знаете, вот у него 1 июля был день рождения. Мы приехали с подарком, с гостиницами. Он еще в психиатрической больнице был. Перед нами санитарка дверью хлопнула буквально со словами. «Вы никто. Здесь распоряжаются родственники». И дверью хлопнула. Я говорю, гостиницу хоть и возьмите. У него день рождения. По нуля. И все. И нас так больше не пускали. Сначала вот пускали, вот в начале лета. И то вот на мгновение какое-то. Вот когда он говорил, девчата, идите в полицию, вытащите меня отсюда. Давайте послушаем человека, который знает семью и которая подозревает природу непростых взаимоотношений между братьями. Татьяна Васильевна Кармазина. С мамой Сергеем мы были знакомы больше 20 лет. Мы работали рядом, общались. И она всегда рассказывала про своего любимого сыночка Сережу. У Сергея, да, еще брат есть. Того звать Юрий. Отец их бросил, она одна их воспитывала. Она, конечно, очень хотела, чтобы Сергей получил еще какое-то образование. Но он гитару из рук не выпускал. Он был доволен тем, как он живет. Старалась сделать для них все, что могла. Юрию помогла получить медицинское образование. А Сергей был музыкант до мозга костей. Он ничего плохого не говорил о брате. Да, тем более брат пил. Он даже ездил к нему систему делать, чтобы его из запоя вывезти. Его приглашали помочь. Он у них и на даче работал, и еще какую-то помощь им оказывал. Он к брату ездил. Мать в последнее время уже немощная становилась. Ей было иногда очень плохо. Сергей все делал. Вызывал скорую. Ходил за лекарствами. Ходил за продуктами. То халат, говорит, маме купить надо. Он вел хозяйство. А брат тут, если появлялся, то очень редко. Я как раз в то время находилась в больнице. Меня госпитализировали. Ночью жуткий крик. Кто-то кричит, весь этаж не спал. Оказывается, это Сергей привез маму на скорую. И палата напротив моей была. И так, что мы с ним общались. Я сидела с мамой. И вот мама приговаривала. Как им что-то надо. Я всегда тут. А он до сих пор, Юра, не может ко мне приехать. И плакала. Не сразу, но приехал сын Юрия. Он купил противопролежневый матрас. Взял снимки. Это перелома шейки бедра. И уехал. Больше он там и не появлялся. Хочу пригласить к нашему разговору музыканта Владимира Клецкого, который знает Сергея Маркова. Участник группы «Винтаж». Он навещал Сергея. Что расскажет нам он? Вы тоже из Волжского знаете Сергея Маркова. Навещали его в интернате. Как вот вы можете охарактеризовать разницу между тем человеком, которого мы видим в конце 80-х, просто такая международная музыкальная звезда, и тем, что мы наблюдаем сейчас, спустя 30 лет? Ну, от увиденного, на самом деле, вот я и мои коллеги-музыканты, честно говоря, в абсолютном шоке находимся. Расскажите, вот вы были в интернате, навестили его. Вот как вы сейчас видите? Его состояние, его эмоции, что-то он рассказывает что-то, или он овощ уже? То, что я увидел в интернате, это, конечно, совсем другой человек. Абсолютно. Это не прошлое, это, наверное, пару лет назад, но приблизительно было все в такой паре. То есть абсолютно светлый, радостный такой... Интересный рассказчик, добрый, как его описывают здесь, да? Ну, очень добрый, на самом деле. Никакого, вы знаете, нет такого пафоса артистического. Вот, и то есть это вот, вот эта вот фотография, это как раз год назад сделан снимок. Мы записывали трек, но совместный. Но он тоже говорил вам, что ему не хочется находиться там, что он хочет домой, хочет творить. Да, я это спрашивал, задавал этот вопрос прямо, и он мне говорил, что да, здесь он не хочет находиться. Но там, на самом деле, такая атмосфера, то есть там люди как бы психически нездоровые, там шум, бегают люди, там кто-то долбится. А здесь человек как бы абсолютно в адеквате, хотя такой момент, что он накачан таблетками здорово, вот. Он говорил, что где-то ему по 4-5 таблеток дают в день, а почему он в коляске? Он самостоятельно не ходит? Ходит сам, но он ослабший, естественно, под лекарствами. Под несъемлемой препаратов, да. Но это вот к нашей съемочной группе так его вывезли. После рекламы мы увидим интервью. До ухода я хочу показать для Юли интервью с братом Сергея. Сергея, это Юра, его супруга Нелли Васильевна, которая, как вы говорите, используя свои знакомства, упекла его в психиатрическую больницу. Они открыли эту квартиру номер 7 и показали, что вернуть брата в эту квартиру просто невозможно, потому что он, по их словам, превратил эту квартиру в свинарник. Внимание! Странно, замок один открытый. Такое впечатление, как будто кто-то там есть. Что-то негатив какой-то вообще. Прошу. Запах, конечно. Ой, ужас. Может, это просто крысы шуршат. Все отключено. Сейчас руки протереть будет. Присаживайся, чайку нальем. Когда мать держалась, такая чистота была у нее. Очень чисто была. Вот тут он спал. Вот это его жрежанка. А вот это, между прочим, посмотрите, пожалуйста, аппаратура его. Я даже не хочу что-то брать руками. Мы приехали в этот раз. Я вот так стояла, вот так. Тут еще больше было завалено. Знаменитая его гитара. Как он мог купаться? Вот смотрите. Конечно, он не купался, не мылся вообще. И вот представьте, человек такой приходит в банк. Далее ему вот следит. Вот это вот Юлия, который мальчик с ней жил. У него украли документы на квартиру на эту. Их нету документов. Мы подозряем, что это пацан. Вот такие вот дела. Вот я за это что биться должна. Лишние только разговоры. Она не стоит даже этого. Юлия, мы только что услышали, что вас обвиняют в том, что вы вместе с сыном украли документы. Это я первый раз слышу. А раньше меня обвиняли, что как ты могла отпускать своего мальчика к Сергею? Там же притон был. Какой притон? А вы ездили к нему, Сергея кормили, хоть раз приехали. Слепого. Хочется спросить. Ну, извините, это его квартира? Ну, я ни разу не была в ее квартире. А, то есть вы ни разу не были в этой квартире? Нет. А сын вам что рассказывал, что там вот такой ужас? Ну, рассказывал, что да, беспорядок. Но они вместе с ним убирали. Но это не беспорядок, слушайте. В ванной нет, ничего нет. Это не беспорядок. И на что наш колл-центр говорит? Скажите, пожалуйста, давайте обратимся к зрительским звонкам. Вы знаете, вот прямо сейчас от наших зрителей приходит очень много сообщений о том, что наша сегодняшняя история очень напоминает трагедию братьев, которая произошла совсем недавно в семье Стаса Намина. Во-первых, обе истории случились в семьях рокеров. Во-вторых, обе истории, в них задействован жилищный вопрос и вопрос имущества. Ну, и в-третьих, если в семье Наминых брат убил брата физически, то в семье Марковых, как считают многие наши зрители, это тоже убийство, но более долгое, более мучительное. Что-нибудь пишут про родственников? Да, был такой звонок буквально накануне. Нам позвонил человек, который рассказал, что его не было дома, когда в Волгограде работала наша съемочная группа. Но потом соседи ему рассказали, что корреспонденты искали жену Сергея Маркова. И этот человек рассказал нам, что существует не только жена Елена, но и сын Ричард. Оказывается, много лет назад Елена вместе с Ричардом уехали в Италию после развода. И с тех пор их нигде не было, они ни с кем не общались, оборвали все свои связи. И вот соседи очень переживают и предполагают, что Ричард может вообще не знать о том, что у него есть в России отец, и о том, что он нуждается сейчас в помощи. Вы знали что-то про Ричарда и про вот эту часть жизни Сергея? Ну, только что они в Италии. Наша бригада пыталась найти Ричарда и нашла комментарий под одним из видео. Посмотрите, все-таки батя красивый был. Спасибо, приятные воспоминания. Ну, так что Ричард о наличии русского отца в курсе. Если он захочет помочь папе, он может обратиться к нам в редакцию, мы дадим все координаты. А после рекламы в нашей студии появится невестка Сергея Маркова, которая обвинила Юлию в том, что она вместе с сыном украла документы на квартиру. Будет жарко, не переключайтесь. Еще раз добрый день. Сегодня в центре внимания трагическая и запутанная история рок-музыканта из Волгоградской области Сергея Маркова. Он фигура довольно известная в тусовке волгоградских рокеров. Сейчас мужчина находится в интернате для престарелых и инвалидов, куда был переведен из психиатрической лечебницы. Друзья Сергея, который в последние годы уже не занимался музыкой, работал в разнорабочем при местном храме, утверждают, родственники обманом поместили его в данное учреждение, чтобы лишить последней недвижимости. И сейчас Сергея надо просто спасать. Нелли Васильевна, невестка Сергея Маркова, которая утверждает, что Юлия, которая бьет тревогу, украла документы вместе с сыном из квартиры, которая 50 на 50 принадлежит Сергею и ее мужу. Сегодня здесь. Давайте пригласим Нелли Васильевну в нашу студию. Здравствуйте, Нелли Васильевна. Здравствуйте. Что вы скажете про Юлю? Почему действительно она так вот печется? Если с самого начала, то, в общем-то, Сергея я знаю с 81-го года. 40 лет мы живем в семье. В моей семье существует 40 лет. В 82-м году я вышла замуж за Юрия. И, в общем-то, вся жизнь Сергея протекала на моих глазах. У Сергея было два брака. Первый брак у него был в течение двух лет. Детей у него не было в первом браке. Во втором браке у него была жена Елена, которая родила ему сына Ричарда. Но Ричард был еще маленький. У Сергея возникло большое очень желание и мечта стать знаменитым. Квартиру Сергей продал, оставил свою семью и купил билет в Америку. Это был где-то 92-й год. В Америке он прожил 10 лет. Мы практически никакой связи не было. Он не писал. Не знали, как бы, что там с ним именно случилось. Но вернулся он со сломленной психикой. С американской мечты не случилось? Мечты абсолютно не случилось. Кроме того, его депортировали с Америки. Он говорил, что он там сидел в тюрьме. Насколько это правда информация, я не могу сказать. Я этого просто не знаю. Вернулся он к маме, в общем-то, ни с чем. Ну, проживал некоторое время он не со свекровью, а жил в вагончике, в антисанитарных условиях. Стал собирать с мусорки, таскать вещи грязные, там, ну, в общем, все, что можно. И не работал практически 20 лет. Жил за счет пожилого человека. За счет мамы? За счет мамы, да. Значит, мама умерла 6 марта 22-го года. Похоронили мы ее. И после этого он остался в квартире жить. И стал заваливать со страшной силой эту квартиру. То есть квартира превратилась практически в помойку. А какой конфликт у вас с Юлей? Я вообще, откровенно говоря, человек, который первый раз в жизни вижу, я ее не знаю. Она меня тоже не знает. Я не знаю даже, в чем суть конфликта. Но вы сказали вот сейчас в сюжете, что она вместе с сыном своровали документы. Дело все в том, что, значит, квартира после... Через полгода после смерти мамы вступили в наследство муж мой и Сергей. И через нотариуса квартира была поддельно пополам. Это однокомнатная. А Сергея документы, как он говорит, что они лежат в пакете на кухне, на двери. Документов нет на квартиру. Я не знаю, где они. Его документов нет на квартиру. В сюжете вы сказали, что украла эта семья. Нет, я не могу сказать, кто украл, но документов нет. На квартиру документов нет. А может, он от вас их спрятал? Что от нас? Спрятал. Спрятал? А что от нас спрятать? Мы вообще... Я вообще что хочу сказать, что... Дело все в том, что он социально никак не был вообще адаптирован, Сергей. Сейчас он социально адаптирован. У него есть группа инвалидности он получил. Он получает пенсию. У него есть хоть какие-то средства к существованию. Потому что когда он неожиданно очень быстро ослеп, ослеп он потому, что у него глоукома была запущенная стадия. К сожалению, глоукома, если ее вовремя не прооперировать, то она приводит к полной слепоте. И оперативное лечение, к сожалению, эффекта не дает. Сергей говорил, что обследование его зрения должным образом не было выполнено. То есть это какой-то эпизод... Давайте я вам отвечу на этот вопрос. Да, хорошо. Значит, когда у него... Это был декабрь уже месяц. И он сказал, что у него совсем плохо стало со зрением. Он попал к окулисту. Это было в Волжском. Она ему написала катаракта терминальной стадии и глоукома. Но катаракта-то оперируется. А глоукома терминальной стадии, к сожалению, Если вы некомпетентно, вы можете почитать это все доступно сейчас. Загуглили. Простым языком у него погиб зрительный нерв. Погиб зрительный нерв. Да, все. Эмма Сегал за кулисами рвется в кадр. Говорит, что перед нами гнусная обманщица. И что ни слова нельзя верить Нелли Васильевны, которая упрятала вместе с мужем психушку Сергея. Вы же все врете. Я все знаю. Я вас сейчас слышала. Вы столько сейчас набрали. Я сейчас все расскажу. Можно сесть, да? Вы врете, действительно. Вы сидите, такой ангелочек, такая вся беленькая, пушистая. Я это слушать не могла просто-напросто. Можете, пожалуйста. Во-первых, если она утверждает, начнем с диагноза по зрению, что это зрительный нерв там у него погиб, то я просто в интернете читала, может специалисты со мной не согласятся, но когда зрительный нерв погиб, у человека чернота. Он, Сергей, он различает светлое, он различает, вот, например, окно, он его видит. Но как может погибнуть в этом случае зрительный нерв? Ему срочно нужна операция. Вот Нелли Васильевна говорит, катаракта, да? Значит, вот эта катаракта, она говорит, оперируется. Почему родственники полгода его не прооперировали? Я просто возмущена вообще. Почему его в психушке вы держите, а не в глазное отделение увезли? Вот в чем вопрос. Он к вам пришел. Именно он к вам пришел с направлением к окулисту, не к психиатру. Мне это очень интересует. Вот именно что он делает, действительно, в психиатрической лечебнице? То есть, как бы... Ему нужна срочно помощь окулистов, ему нужно очень серьезное обследование. Но давайте посмотрим обращение Вероники Бесегиной. Она говорит, что сейчас Сергей пичкает такими лекарствами, что он тает просто каждый месяц. Сейчас эта организация насильно его удерживает. Мы не можем его забрать. Врачи вот этого заведения, они постоянно кормят его такими сильными препаратами, превращают из него такого в зомби, который просто только спит, ест и ничего не чувствует. Потому что они подавляют волю. Он подавлен, он боится там находиться. Он сильно изменился из-за этих лекарств. Я убедительно прошу всех. Прошу всех волжан, всех людей, у которых есть ресурсы на помощь нам. Чем больше Сергей находится в этой организации, тем больше он превращается в такого зомби-овоща. Дорогие друзья волжане, мы ждем каждого, кто хочет принять участие в помощи Сергею Маркову. Вероника, вы что скажете? Вы видели же в августе, да, есть кадры, где Сергей еще не в таком плохом состоянии, да, и трезво разговаривает, рассуждает. Летом до написания заявления для отпуска на три недели мы просили отпуск, чтобы мы могли его забрать. Ему дали этот отпуск? Ему не дали. Сказали, что чтобы он вышел в отпуск, нужно пройти медицинский суд по признанию его дееспособности или недееспособности. Но я не уверена, что это, ну, кто как бы инициировал этот суд и для чего, ну, непонятно. Потому что мы просили забрать его только в отпуск на три недели, чтобы адаптировать его к незрячей жизни. У нас есть прекрасная незрячая женщина, Лидия Леонидовна. И она очень ждет Сергея, чтобы его обучить к незрячей жизни, научиться пользоваться палочкой для незрячих. Вы говорите «у нас», «у кого у нас». Есть такая инициативная группа из друзей Сергея. Мы вместе решаем, советуемся, как лучше поступать вот в этом вопросе, в этом конфликте, как помочь, чем помочь Сергею. А конфликт существует? Конфликт как будто бы существует, потому что родственники Сергея не хотят идти с нами на контакт. Мы бы очень хотели, наоборот, выйти с ними на контакт, чтобы вместе помочь. Ну вот они, видите, вот здесь на контакте. Да, да. И вот выходит, что мы только на передаче встретились с родственниками. Вы отказывались, Нелли Васильевна? Нет. Дело все в том, что у меня один раз был звонок, почему-то спрашиваю. У меня муж лежал в тяжелом состоянии в мае месяце, в реанимации месяце. И 23 дня был на ИВЛ. Мне позвонил кто-то и спросил, а что у Юры инсульт? Я сказала, ну, как бы это мое личное дело, это моя семья. И моя семья, здоровье моего мужа. Ну, никоим образом, в общем-то, не должно... Это я звонила. Не должно интересовать. Потому что я Юрия знаю лично, я с ним тоже знакома. Но я с Юрием живу 40 лет. Я о нем тоже переживала в тот момент. Ну, не знаю, как вы переживали. Это я звонила. И какие цели были, мне трудно понять, что именно вы хотели выяснить. Я хочу сказать о том, что мы сейчас говорим, что Сергея держат там как-то насильно. Сергей больной человек. Он нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Его никто не держит там насильно. Никто его насильно не держит. Это вранье, это вранье. Я могу это все подробно рассказать. Вы послушайте, пожалуйста. Каким образом... Вот его сейчас забрали, допустим, из больницы. Он остался без медицинского наблюдения. Он остался без лекарств. У него опять началось обострение. Он человек-то больной. А какие обострения? Он мне главврач в больнице. У него никогда не было. Юлечка подождите. Он мне сказал, что он не нуждается в лечении. Он нуждается в уходе. И у меня эта запись записана. Я ее в любой суд предоставлю. Главврач. Давайте послушаем. Владимир Владимирович Клочков, заведующий отделением. Лечащий врач Сергея, что говорит? Постоялец Марков на сегодняшний день чувствует себя удовлетворительно. Основная жалоба, которая предъявляется, это снижение зрения. Практически тотальная слепота. На сегодняшний день проблема, что он отказывается вставать. Раньше он передвигался с помощью сиделки, потому что он был слепой. Он не хочет вставать. Он абсолютно апатичен, ленив. И, как правило, это состояние его возникает после общения с теми людьми, которые приходят. У него эмоциональный фон снижается. Тем более, если это люди из какой-то сект, из каких-то групп. Может быть, какие-то психологические моменты у них воздействия на человека. В случае с Сергеем Вениаминовичем был звонок из психбольницы с таким очень, скажем, тревожным звонком, что разные люди из церкви озвучили, что это похоже на секту, представляются совершенно разными именами, хотят его забрать, ну, обещают, что я с мужем разведусь, на нем женюсь. И они говорят, будьте внимательны. Еще здесь было указано, что они хотят реализовать его квартиру, ну, из-за того, что это секта. Мы приняли решение актуализировать его гражданско-правовой статус. Обратились мы в суд. Суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу. Экспертиза прошла, судебного заседания еще не было. После решения суда, если принято решение, что он действительный, он может написать заявление. Мы уже совершенно спокойны, что он отвечает за свои действия. Расторгаем с ним официальный договор, и он едет, проживает свою жизнь. Андрей, можно сказать? Да. Дело в том, что заявление на отпуск, я лично сама с Сергеем писала это заявление. Я писала текст, он подписывал, я ему все это читала. Мы с ним договаривались так. Давай, Сергей, мы тебя на три недели отсюда забираем. Ты смотришь, как у тебя адаптация происходит. Нравится ли тебе, ну, так сказать, на свободе. Можем ли мы, друзья, тебе все помочь. Лично я со своей стороны обещала ему полностью медицинскую помощь, ко всем врачам ходить. Секунду, врачи сказали, что после общения с теми, кто приходит, он лежит. То есть они намекают, что после общения с вами, да, он не хочет вставать и двигаться. Так я понимаю? А не после их транквилизаторов. Это вранье. Вот правильно Юля говорит, после их транквилизаторов. Девять месяцев пичкаю. Я, кстати, был, когда у него в гостях как раз медсестра, обслуживающая больных. Она сказала, что очень хорошо, что вы пришли. Сергей прям воодушевился после вашей визиты. И прям сейчас... Да, действительно, она это сказала. Мы вместе были. Он ходил, он, кстати, без коляски там передвигался. У него просто депрессия. Вот поэтому он и не хочет ходить. Дима, что говорят зрители? Да, Андрей, у нас продолжают к нам обращаться соседи Марковых. И вот интересное наблюдение поступило, что неоднократно соседи обращались к владельцам этой квартиры, проверили, что вообще там происходит. Потому что туда ходили непонятные люди, интересовались, кто прописан в этой квартире, кто проживает, кто хозяин. И соседи предполагают, что ситуация вообще опасная, и квартиру взяли в разработку черные риэлторы. То есть слово «секта», которое мы услышали... Мы об этом не в курсе. Я лично для себя вот считаю, как было бы правильным, чтобы эту квартиру, если Сергей, например, будет жить не в квартире, а в другом каком-то месте, чтобы эта квартира сдавалась, и братья пополам делили арендную плату. И это было бы совершенно правильно. Но это мое мнение. Они могут по-другому, собственники, решить. Павел Гладышев, а вы что думаете, что происходит во всей этой истории? Вы бывали в этой квартире же? Я бывал. Я вообще в шоке. Потому что я знаю Сергея с детства. То есть мы жили рядом домами, не в этой, конечно, квартире. И он был как бы... Это студия. На самом деле это никакой не шок. Он экспериментатор был со звуком, со всем. И все удивляются тому, что что-то какой-то это бардак. Но это не бардак, это у творческих людей так-то... У каких творческих людей там? Ну, обычных, да. Ну, не совсем так. Ну, не совсем так. Он же жил не там, понимаете? Он жил не там. Он жил в церкви, при церкви. Я за месяц, вот где-то примерно в октябре прошлого года, Сергей еще видел. Я была в этой квартире. Да, там небольшой бардачок был, действительно, я подтверждаю. Но вот то, что сейчас, это там кто-то все перерыл, все распространил. Если это инсценировка, то... Я думаю, это постановка какая-то. Там был бардак, я согласна. То есть вы намекаете, что это те люди, у которых есть ключи в квартире... Возможно, может, там что-то искали, может быть, хотели ограбить, я не знаю. Но то, что там вот такого не было, буквально за месяц до слепоты, это стопроцентно. Если вы помните, в романе мастера Маргарита есть эпизод, когда бездомный, поэт бездомный попадает в психиатрическую клинику. И главврач, который его готов отпустить хоть сейчас, дает указание ординатору, только не застилайте постель. Почему? А потому что вечером его привезут обратно. Сейчас самый главный вопрос. Медицина. Официальная сторона вот этого... Я беру это на себя. Они за него сейчас? Они против него. Или они против него работают? Объективно или субъективно, я не знаю. Вот чем нужно заниматься, а не толпы волгоградцев выводить на улице с криком «В интернете написано не так». Есть врачи, есть обоснованное решение экспертной комиссии. Помогите нам. Суд, который, вероятнее всего, защитит этого человека от произвола. Хорошо, вопрос тогда следующий. Помогите. Юлия идет к нему, записывает на телефон. Мы слышали обращение, да? Заберите меня отсюда, спасите, помогите. Дальше приезжает съемочная группа. Герои готовят к интервью. И вот что герой уже говорит в кадре, которого вывозят на коляске. И Сергей Марков обращается уже под микрофон и камеры. Внимание. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. К нам обратились ваши друзья, сказали, что вас здесь удерживают насильно, что вам здесь плохо. Вы как себя чувствуете вообще? Я чувствую себя нормально. Не насильно. Им спасибо, конечно. Доктора очень хорошие. Просто бездеятельность здесь. Деятельности нет никакой. Брат приходил два раза. По размену там квартиры. Тут получилось так, что меня в нейрологию обманным путем привез. Потому что я его просил о помощи окулиста. Сначала меня спросили, что вас беспокоит. Я говорю, глаза. Мне там они в три голоса говорили, сейчас твои глазки посмотрит доктор. Сейчас твои глаза посмотрит. И сами давали бумажку, там подписи. А потом я узнал, что я в нейрологии нахожусь. Но только я здесь не хочу быть. Хочется домой все-таки. Там у меня дома. Синтезаторы мои. Там целая студия. Не дай бог, в такой ситуации, как я в Аббасе. Так, давайте мы сейчас перейдёмся ещё на одну короткую рекламу. Сразу после неё мы пообщаемся с братом Сергея, Юрием. А также мы нашли первую жену Сергея. Что она расскажет? Готова ли семья пойти на компромиссы? И можно ли помочь Сергею после рекламы? Ещё раз добрый день. Трагическая история бывшего рок-музыканта из города Волжский. Сегодня в центре внимания Сергей Марков. Рок-музыкант. Вот так он выглядел в конце 80-х, а вот так он выглядит сейчас. Он человек, который работал с самыми известными волгоградскими рокерами, среди которых один из основателей легендарной арии Владимир Халстинин. Вот как Владимир комментирует историю Сергея Маркова. Здравствуйте, уважаемая студия. Здравствуйте все. Меня зовут Владимир Халстинин. Я играю в группе Ария. Сергей был не только талантливым музыкантом, но обладал завидным чувством юмора. И несмотря на то, что прошло уже очень много лет, я до сих пор помню его как замечательного человека. И я знаю, что у него сейчас трудности в жизни, у него случилась беда, он потерял зрение, он находится в лечебнице. Сергей, выше голову, не унывай. Жизнь на этом не заканчивается. Давай бороться. Чтобы сделать международную карьеру, Сергей в 90-е бросил всё и уехал в США. Однако реализовать американскую мечту не удалось. После возвращения в нулевых Сергей отошёл от музыки и всё время посвящал помощи местному храму. Примерно год назад Сергей внезапно стал слепнуть, а дальше случилось то, что сейчас сам он описывает как обман со стороны брата ради трёх десятков квадратных метров. Юрий Марков сегодня здесь, брат Сергея. Давайте поговорим с Юрием Вениаминовичем. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Что вы думаете, как он оказался в том месте, которое мы сейчас видели? Да, ничего не думаю, всё нормально. Болеет человек с детства. А чем он болеет? Чем, глазами или по психиатре? Он никогда не лечился психдиспансером, никогда не был диагнозов. И вдруг раз? Не раз. Ну мы выросли вместе с ним. Они выросли вместе. Ну выросли. Я, наверное, лучше вас знаю. А почему два года назад, когда бушевал ковид, вы ему предлагали? Сергей, переезжай в Волгоград, мы тебе найдём работу с санитаром на хорошую зарплату. Вы предлагали это. Предлагал работу. Ну раз он больной психически, какой санитар может быть? Потому что он матери вообще не помогал никак. Как же он сюда не ухал? Она на его руках умерла. У него ни трудовой книжки нет. Он нигде вообще не работал. Ничего не закончил. Даже 8 классов. А почему он не мог закончить? Да потому что он психически больной человек. Чего вы взяли-то? Смотрите, он сделал группу. По крайней мере, он где-то играл. Читайте шизофрению и поймёте всё. Давайте послушаем, что Юрий Иванович рассказал нам до эфира корреспондентам. Внимание. У нас же была четырёхкомнатная квартира по площади труда 5. Разменять её как на одну и две, а ему двухкомнатную в соседнем дворе. А он её сменял на билет в Америку. Вот у него эта мечта создать группу свою. А мне обещания одни остались. Ещё лет 20 назад, когда мать была жива, я ей говорил, ну что ему надо в психиатрический диспансер обратиться нам. Он нигде не работал подолгу. Он играл в ресторане, играл на танцах. Ну мне просто по-человечески, как он брат мой родной, жалко его. Но делать что-то надо, потому что эта квартира нас тянет всех в минус. Меня дважды поимели. Меня дважды поимели. Вот вас бы дважды поимели. Вот с какой стати я должен ему взять и оставить, чтобы он ещё там бомжатник развёл. Дальнейшая судьба его – доживать в интернате. Сейчас пока на три года. Андрей, а вы что скажете? Вот вы всё-таки знаете Сергея, видите. Сергея, я знаю, с 80-х годов сначала. Значит, что хочу сказать по поводу квартиры сейчас говорить и по поводу бардака там. Я был у Сергея в том году. Я когда зашёл, да, там бардак вот такой вот. Значит, я говорю, Серёг, что у тебя тут такое творится? Он говорит, всё дело в том, что я с братом меняю эту квартиру, и мне вот эти вещи надо, ну я это всё выброшу. Можно там в гараж куда-нибудь всё это перевезут, надо всё разобрать, что это. А поэтому, говорит, я сейчас пока не разбираю. Но вам казалось, что он психически ненормальный? Да нет, конечно, я его знаю уже сколько, с 80-го года. Он нормальный человек. Ну, хочу сказать, все люди, которые творческие, они немножечко, как сказать, для нас, для кого-то, они, кажется, может, что-то он рассказывает, но для нас это кажется необычным. Мы нашли первую жену Сергея, Светлану Евдокимову. Вот что она рассказала и показала. Внимание! Познакомились в парке, молодые ещё были, 18 лет. Зацепился галантностью, играл на танцах, в дворце культуры. Филармония была, они там гастролировали по стране. Потом он к Сарычеву уезжал, с Сарычевым играл. Он тогда не пел, тогда был барабанщиком, причём очень хорошим барабанщиком. Да, потом его понесло по гитару, там что-то сочинять. Спокойный, он никогда не любил ругаться, ссориться. Я могу там кричать, он сразу улыбочка, что-то скажет смешное, и всё, конфликта нет. У нас была любовь большая. Два года мы повстречались, потом решили пожениться. Свадьба была весёлая, друзей было очень много. Мы были такие счастливые. Это отец, мама его, бабушка, это Юра, брат родной, это мои родители. Вот это все наши друзья. Жилин тоже был музыкантом. Это футболист был тоже у нас, в торпеды играл. Два года встречались, три прожились. Жили с мамой. Мама была со странностями. Иногда такие могла вопросы задать. Например, а ты знаешь, что Сергей в старости будет некрасивым? Когда узнала, что мы расходимся, офигела. Ему ничего не надо, как бы его не интересовала материальная сторона, а его только музыка. Уже были проблемы, но вечно оправдываешь. Пошёл работать. На ГЭС. Со слезами на глазах. Не его это. По характеру он очень хороший, но вот эта музыка свела его с ума. Что-то вы человек не только, скажем так, известный адвокат, но ещё и музыкант. Имеете хорошее академическое музыкальное образование. Вот для вас о чём эта история сегодня, скажите? О жестокости и о безразличии и равнодушии родственников. Я объясню. Последние сомнения развеяли вы, когда мы услышали ваши слова. Эта квартира, сказали вы, стала причиной, по которой вас обижали. После чего вы сказали, хватит мне терпеть. А теперь его судьба – это закончить свою жизнь в интернате. Сначала три года, а потом посмотрим. Это дословно ваши слова. Поэтому сомнений в том, что вы не хотите вылечить брата, и в том, что ваш брат там не для того, чтобы вылечиться, а с глаз долой, у меня сомнений не осталось. И уже однажды вспомнили Булгакова, и я хочу ещё раз вспомнить Булгакова, слова его героя Воланда. Люди как люди, только квартирный вопрос их испортил. Роман Григорьевич Гребенников, юрист, экс-мэр Волгограда, сегодня тоже в нашей студии. Роман Григорьевич. С точки зрения закона, впереди рассмотрение вопроса о недееспособности. На таких заседаниях, мой коллега подтвердит, обязательно присутствие органов опеки и попечительства и прокуратуры. И я бы, на самом деле, начал бы с серьёзной прокурорской проверки всей этой истории. Меня беспокоит, как он попал непосредственно из 15-й больницы, из обычной больницы, в непосредственно специализированную клинику, и почему его там сейчас в этом интернате держат вопреки его воле. Я думаю, что можно и нужно будет с нашей стороны выделить дополнительного юриста. Мы поможем бесплатно в юридической консультации, подскажем. И уверен, что мнение общественности в том числе нужно будет на суде учитывать. Я думаю, что прокуратура должна заняться этим вопросом, однозначно. На связи у нас заслуженный юрист России Светлана Юрьевна Казачёнок, доктор юридических наук, член Общественной палаты Российской Федерации. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, очень огорчительно наблюдать, когда и жизнелюбимого, добросовестного человека, который не чуждо сострадание превращает вот в такое состояние. И сразу хочу сказать, что у Сергея в его состоянии есть огромное количество прав, которые он может реализовать, и я могу в этом ему помочь. В том числе знать свой диагноз, методы лечения, отказаться от медицинского вмешательства, отказаться от приема таблеток, требовать привлечения независимых врачей из других клиников, требовать независимое психиатрическое обследование, освидетельствование. Никто не может лишить права его пользоваться телефоном, приглашать посетителей. Но меня в этой ситуации порадовало то, что еще не вынесено решение о признании его недееспособным. Меня многие моменты удивляют в этой ситуации, но я считаю, что закон в данном случае может помочь Сергею Маркову, и я готова со своей стороны тоже помочь. Спасибо огромное, Светлана Юрьевна, за ваше неравнодушие, за вашу позицию. Действительно, мы будем следить за развитием этой истории. И очень надеемся, что судьба Сергея Маркова не повторит судьбу музыканта из группы «Машина времени» Александра Зайцева, который тоже стал жертвой черных риэлторов и трагически погиб. Еще, мне кажется, есть шанс помочь и спасти Сергея. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...